добрый день это канал максима дзы и сегодня я представляю вашему вниманию телефон старый самсунг sgh d100 да именно d100 некоторое время назад я обозревал такие самсунги как c200 и c100 телефон на samsung c200 был моего деда до 2010 года и это стал первым первый телефон samsung который я увидел а вторым стал вот этот c100 который подарили уже мне впрочем все три экземпляра они с авито все потерялись а этот samsung стал не знаю каким во всяком случае он точно стал третьим в линейке sgh которые у меня были такой телефон был у друга моего отца у меня отец одалживал и он некоторое время и меня много много раз удавалось юзать его и я его запомнил и решил тоже купить на авито я правда не знал тогда что за модель и очень долго пришлось вычислять вообще что это за модель но в итоге у меня это получилось это оказался d100 модели редкая ней популярности не набрала особо и на авито и и я нашел с трудом помню там было одно объявление она до сих пор там еще есть где за 4500 его продают купить такой samsung за 4500 это же большой грех ну и вот недавно появилось объявление где его за 700 рублей продавали полностью рабочим с хорошим состоянием решил купить ну и собственно говоря вот купил он полностью рабочий в хорошем таком состоянии я на самом деле не очень люблю раскладушки потому что они такие вот в кармане вот так вот их не очень как-то удобно таскать ну по крайней мере мне а также вот то что две такие половинки это как-то не очень надежно мой взгляд если вот так вот положить и надавить на него посильнее это все кирдык или если даже просто уронить в таком состоянии это тоже как-то не очень-то может сломаться нафиг короче я я поклонник и вот таких вот обычных вариантов телефонов но впрочем экземплярчик получился интересным значит что у нас здесь вышел на наш самсунг 2003 году в том же году что и c100 собственно говоря длина корпуса 84 миллиметра ширина 43 и толщина 25 миллиметров весит вместе с аккумулятором 91 грамм полностью из пластика сделан достаточно качественного в руке ощущается довольно таки хорошо телефон где довольно приятно держать раскладушки и принципе в наше время кто чаще увидишь у противоположного пола и у меня тоже так было у моей мамы был 2012 года sony ericsson раскладушка z710 ай тоже обе он я его уже давно добыл надо бы рассказать про него значит выпускался помню только в одном цвете это вот в таком вот серо-синим кранчик у него уже побольше чем у наших предыдущих самсунгов если у тех было 128 на 128 то этого 128 на 160 пикселей уже кстати здесь из самсунгов тех годов 2003-2004 годов у меня и мне еще удавалось несколько раз юзать c110 аналог c100 только с некоторыми отличиями в прошивке дизайне и отсутствием порта но надеюсь я его тоже как-нибудь добуду и расскажу короче такой вот экранчик он довольно качественный здесь располагается антенка такая вот сзади находится вот такой вот экранчик цветной и здесь находится светодиод моргающий кнопочки вверх вниз вот здесь здесь находится инфракрасный порт но радоваться ему особо не стоит потому что здесь он как бы у самсунгов инфракрасный порт не как-то не совсем то уж и полноценный потому что возможность передавать мультимедиа файлы по нему отсутствует по нему по по моему он насколько я знаю принимает исключительно контакты и а если мультимедиа контентом мультимедиа контент можно получать только с пк это нужно покупать инфракрасный для пк и через него передавать файлы а стиль с другого телефона с тех же сименсов например он файла не принимает я пытался я пробовал не работает здесь заходится заглушка под наушники разъемчик но эта заглушка на соплях уже держится ее надо приклеить будет дающая я не думаю что буду ее открывать можно просто постели на приклеить и вот какая вот фишка самсунгов у них и крышка совмещенной с батареей тогда было все время и это довольно таки проблематичная речь то что аккумуляторы нефиг такие у нас у каждого самсунга считаете вот смотрите какой здесь какая здесь крышкой здесь какая-то все аккумуляторы и они от одного самсунга к другому не подойдет такая вот загвоздка значит что у нас здесь аккумулятор на 800 миллиампер по крайней мере так написано в характеристиках на сайте она чуть-чуть подпухлела уже но более-менее нормально здесь сим-карта сим-карта естественно 1 находится разъем под зарядку он свой самсунговский у каждого производителя были тогда свои зарядки вот самсунга выглядел так собственно говоря мы вроде все посмотрели давайте воткнем зарядку посмотрим сразу загорается светодиод красный индикатор показывает что телефон заряжается когда будет полностью заряжен он будет зеленый и на экранчике тоже показывает вид что заряжается но на главном экране тоже такая вот картина что подзарядка у нас тут идет давайте его включим и посмотрим его уже изнутри легендарный легендарная мелодия включения от самсунга и и наверняка помнят все дисплеи тфд у нас разрешили этот 160 ой господи какой 160 65 тысяч цветов собственно говоря такой вот фон давайте отсоединим от зарядки он заряжен вполне надеюсь видно все нормально подсветка такая вот синенькая правда красные клавиши не светится нифига собственно говоря на этом экране если можно закрыть и появятся часы они через какое-то время потухнут но их можно будет снова включить не открывая сам вот этот раскладной механизм просто удерживая одну из этих кнопок вот так вот для 2003 года очень даже неплохо не по и неплохой телефон объем встроенной памяти тоже довольно неплохой на тот момент 8 мегабайт что у нас по меню во первых это на вызовы переходит собственно говоря здесь у нас время и дата показывается но и кстати говоря этот телефон подложил не ту же самую свинью что и c200 максимальный год который можно поставить в настройках даты 2014 то есть у нас лимит уже на 9 лет перевален точно так же было и c200 результате мне пришлось поставить детей шестой год потому что по дням неделям он соответствует 2023 так что придется с таким годом расходить а вот на c100 лимита детей до 2027 кстати года так что там еще можно пока здесь у нас контакты собственно говоря посмотреть можно мои контакты тут короче а в центре находится клавиша обнуление баланса нажимаем на нее и попадаем в интернет собственно верх у нас это календарь вон 2006 год написано экран наверно сильно яркий вниз игры влево голоса это я все потом настрою под себя давайте по менюшка здесь у нас есть сообщение входящий исходящие там какие-то два сообщения я только-только забрал телефон с почты кстати не будем чужие контакты чужие смс смотреть ммс имеются конечно же электронная почта даже у нас тут имеется журнал звонков пропущенные исходящие входящие можно удалять списки настройка звука вот что интересно здесь очень классная полифония поддерживает формат ммф и звучит он прям реально классно давайте послушаем как давайте послушаем встроенные рингтоны динамик очень громкий кстати кто помнит эти рингтоны ставьте лайки можно летимые кнопки переключать еще Светиод Светиод еще мигает, прикольно, под музычку Че-то только что отвалился Не прикольно, надо будет приклеить потом И это при том, что у нас не максимальная громкость Аплодисменты Аплодисменты А если прикрыть динамик, то звук сильно затихает Действительно Аплодисменты Аплодисменты Дисплей искажается, когда вот так вот поворачивается Причем этот дисплей под не очень большим углом искажается Всего 24 встроенных рингтона Есть еще несколько рингтонов от предыдущего владельца Симфония какая-то Симфония какая-то О, вот это прям, вот это прикольно вообще прям Вот это прям не нравится Такие вот рингтоны, прикольные В принципе на вот этих двух самсунгах Когда я их купил с авито На них тоже были некоторые рингтоны от предыдущих владельцев Но я их поудалял Там не было ничего интересного А вот тут рингтоны прям прикольные Вот авторы Давайте на максимальной громкости врубим Если бы этот телефон умел бы проигрывать mp3 Это было бы вообще замечательно Эта раскладушка на кучу метров вокруг себя заполняет качественным звуком Блин Тип сигнала Так, звук клавиатуры Обычный тоновый набор, клавесин Звук смс Такие же как на C200 Еще есть звук фолдера Я выбрал кристалл Это когда закрывается, закрываем механизм этот Я выбрал кристалл Будущее, мне что-то вообще не понравилось Ну и питание Классический, веселый Нам по душе больше классический Блин, как искажается дисплей Это неудобно как-то даже Дальше что у нас Настройки телефона И можно включить и порт И тут даже можно выбрать с компьютером, с другим телефоном Обои Список обоев Я времена года себе выбрал Надо вот так телефон держать, чтобы дисплей не искажался над камерой Такой вот кораблик у нас имеется Вот такой есть Кому удобно Календарь Можно без обоев А это обои от предыдущего владельца Довольно-таки неплохие обои В те времена даже было модно Эротические всякие картинки закачивать в телефоны Отображение текста Цвет текста Стиль меню Я выбрал Папки А, нет То есть страницы Страницы Можно папки Это так Другой немного стиль Настройки Телефона Так Приветственное сообщение Мне не нужно Свой номер Язык Какие языки у нас тут имеются Языков много Довольно-таки И хорошо, что есть русский Есть безопасность Пин-коды всякие Дополнительные настройки Автодозвон Активный Что-то там А, фолдер Быстрое меню Так, дальше Органайзер Будильник Можно поставить Можно выбрать сигнал Для него К сожалению Свой сигнал Своей мелодии Нельзя сюда ставить Они просто не отобразятся Вот эта мелодия Конечно Очень прикольная Известная Но не знаю Как под это Можно просыпаться Как выйти По органайзеру Что дальше Есть еще Календарик Да, блин Что, мне возвращаться Все время Что ли Надо Время Даты Калькулятор Список дел Голосовые Напоминания Даже есть Услуги Сети Переадресация Всякие Выбор Сети Вап Игры Вап Браузер Мы в него Не полезем Ну его Нафиг Звуки Которые Вот Собственно Говоря Свои От предыдущего Владельца И вот Это Вот Это Прям Вообще Шикарно Картинки Тоже Состояние Памяти 512 Килобайт На игры Давайте Теперь Посмотрим Игры Такие Же Игры Как В Сет 200 И Многих Других Самсунгах Бабл Смайл Первая Игра Все эти Игры Мы на CBS Еще Смотрели Они Там Все Такие Же Точно Здесь В играх Центральную Клавишу Уже Можно Использовать Как Это Как Кнопку ОК Надо Поворачивать Вот Эти Шарики С Глазами Так Чтобы Они Четко В ряд У нас Встали Вот Так Позалипать В этой Игре В принципе Можно Дальше Fun To link Здесь Надо Трубы Короче Собирать Тоже Интересная Игра Надо Но Довольно Таки Сложная Надо Собирать Здесь Трубы Можно Заменять На Другие Надо Чтобы Четко В лимит Именно Уложиться И Правильно Собрать Трубу С каждым Уровнем Сложнее Сложнее Есть Какой То Гольф Можно Ли Устанавливать Сюда Другие Игры Понятия Не Имею Я Что Сомневаюсь В Эт Я На С200 Играл В Такой Гольф Он Не Очень Прикольный Если Честно Потому Что Хрен Разберешься Как Направлять Мяч Правильно Вот По Такой Карте Это Как То Не Знаю Ну И Шах Шахматы Естественно Что По Два Раза Иногда Кнопки Срабатывают Не Очень Бикольно Шахматы Позалипать Тоже Можно Вполне По Настройкам Игр Что У Нас ДНС Адрес Как Ну И Все Еще Меню Сим Карты Было Но Моя Сим Карта Не Поддерживает Меню Сим Карты Можно Удалить Все Но Я Не Буду Этого Делать Линктоны Которые Здесь Встроены Они Мне Понравились Их Пожалуй Оставлю Что Ж Такой Вот Прикольный Телефончик Был Давайте Я Вам Все Таки Покажу Этот Другой Звук Фолдера Вот Кристалл Был У нас А я Поставлю Будущее Мне Будущее Как-то Вообще Не Зашло Если Честно Вот Так Не знаю Не Прикольно Мне Что-то Не Очень Кристалл Прикольный Теперь Мы Наш Самсунг Выключим Что Ну Что Такой Вот Интересный Телефончик Был Самсунг Д Д Сто Вот По Порядку Выхода С Сто Д Сто С Двести Собственно Говоря Такие Вот Эти Три Телефона Я Юзал В своем Детстве Еще Был Самсунг Ц 110 Надеюсь Его Обязательно Добуду И тоже Покажу Ну а На сегодня Все С вас Как вас Подписывайтесь С меня Опичные Видосы Подписывайтесь На мой Стрим Виск Канал Влоговый Канал Вконтакте И всем Пока Субтитры Субтитры Субтитры